Ну так получилось, что в этот раз у меня тема строго по теме конференции, слову в высшей школе. Иногда так случается. Но ты исправишься. Ну однажды, да, однажды я надеюсь, я еще исправлюсь. А сегодня придется послушать, как я и мой неприехавший соавтор хвастаемся, как мы внедрили курсы, практикумы точнее лабораторные, по программированию встраиваемых систем в БГУ и в Брестском государственном техническом университете. Ну, немножечко, прежде чем мы обсудим тот слайд, который сейчас виден на экране, немножечко предыстории. Началось все даже, строго говоря, не со встраиваемых систем, а началось с того, что в году, так, в 2013, Министерство образования решило, белорусское, конечно, решило сделать хорошее дело и опросить ведущие предприятия. Вернее, предприятия ведущих отраслей. А что же им в плане информационных технологий надо? Разумеется, опрошены предприятия, ну и некоторые другие организации, которые предприятиями назвать нельзя. Разумеется, программы учебные, они сильно не вникали. И по результатам их ответов был спущен сверху очень хороший план, в котором, среди прочего, значились как комические элементы, на вроде FoxPro для DOS, для которого, я уж не помню, у какого завода возникла проблема найти хоть кого-нибудь, кто помнит, как этим пользоваться. Так и, на удивление, приятное. В частности, использование библиотеки QT очень хотело Министерство обороны и очень хотел, не помню, какой именно цементный завод. Ну и, собственно говоря, гнулинукс активно, надо сказать, позиция в пяти этой большой таблицы числился. Самое приятное было в том, что нас обязали ответить, когда и как мы собираемся это все внедрять, а потом в рамках классического планового подхода к построению экономики писать отчеты, как мы это сделали. А потом уже внедрил. Не-не-не, не знаю, кто как, но это было одним из отправных пунктов для перевода, правильнее сказать, нескольких учебных курсов на рейсе open source. И, кроме того, в последние годы среди аутсорсинговых компаний белорусских наблюдается пик, или рост, правильнее сказать, запросов на разработчиков для embedded сектора. И понятно, что то, что не является линуксом последние годы, оттуда стремительно исчезало. На самом деле не только аутсорсинговые компании, конечно, этим интересуются, просто у них больше возможности пролоббировать свои интересы. Отсюда и специальности, андроид-ориентированные специальности, которые потихонечку должны вот-вот пооткрываться в нескольких вузах. И, насколько я помню, да, и отсюда вот родились эти, собственно, два курса. На факультете прикладной математики, БГУ, это как раз контрактный разработчик электроники, компания Промбат, курирует Минская, с автором, с которой, предположительно, рассказывал бы немного про свою часть, а так про его часть буду рассказывать я. Ну, а факультет электронно-информационных систем БРГТУ, вот, это ваш покорный слуга, занимался этим курсом. Собственно, изначально мы его ориентировали на специальность промышленной электроники, когда ориентировались как раз на завод чего-то там, пожелавших встраиванных систем. Но тут достаточно интересный момент. После этого с нами случилось все то же самое, что и со всеми, а именно с нами случился бакалавриат. Поэтому, честно говоря, ничего не могу сказать насчет первой ступени, но в полном объеме этот курс переполз на вторую ступень. Или даже немножко в развернутом. Специальность, правда, называется компьютерной технологией проектирования электронных систем, но, в общем, магистранты, предположительно, та же промоэлектроника. Что-то от этого на промоэлектронике осталось, но я не готов сказать, в каком виде. Особенно при нынешнем четырехлетнем плане, который никто до конца не видел, потому что четыре года у нас, простите, у нас на нем занимается только второй курс. Состав практикума БГУ. Пару слов для начала. Ну, интересный момент, почему эти практикумы имеет смысл сравнивать и рассматривать параллельно, потому что подход, с одной стороны, подход БГУ, классическое, что нужно рынку. С другой стороны, наш подход, а чтобы нам было приятно попреподавать на практикуме по встраиваемым системам. И сильная сторона практикума БГУ, это то, что в ней, в практикуме по встраиваемым системам, мало встраиваемых систем. Зато там есть ГИД и ШЕЛ. Если ШЕЛ периодически проникал в учебные программы, во всяком случае, на серверах с методическими указаниями можно найти руины курсов еще начиная где-то с 90-х годов, про которые никто не помнит, кто их преподавал и кому, но на файлах хранилищах, тем не менее, они есть, то системами контроля версий все обстоит достаточно печально. Их просто оказалось некуда втиснуть в учебную программу, и даже при пятилетней учебной программе. А на самом-то деле и open-source комьюнити заинтересована, потому что, простите, потенциальный разработчик, который не в курсе относительно... Он не разработчик. И, собственно, это же интересно и аутсорсинговым компаниям, относительно достаточно крупным, по крайней мере. Поэтому курс, этот практикум БГУ начинается с... То, что у них называется практическое закомление со средствами разработки. Ну, это понятно, это внутл-чейн, безусловно. И адаптация к предъявляемым требованиям в ходе написания простейшей консольной программы на C. Внезапно на четвертом курсе по страиваемым системам пишется CallWorld, но пишется он в соответствии с гайдлайном написания исходников для Linux Kernel. Кроме того, он заливается на гид. И с ним делаются еще какие-то хорошие вещи. Дальше они уделяют достаточно много времени с написанием стриптов на Shell, просто потому что им это нужно. Ну и, кажется, еще никто не пострадал от того, что научился программировать на Shell. Ну, дальше внезапно начинается работа с сокетами, процессами и потоками в Linux. А вот последний пункт, который вы видите на экране, это очень интересно. Написание серии программ по ядру Linux в скобочках программирование char, sys, dev, pros, устройств, взаимодействие с таймерами, прерыванием и т.д. Это, кажется, одна работа. Одна. Да, если не ошибаюсь. Это не значит, что все все программируют за те 4 часа или сколько там на эту работу выделено. Состав практикума БРГТУ. Да, но пока к БРГТУ не перешел, надо сказать, что студенты, которые в БГУ изучают разработку для встраиванных систем, потом пишут по этой теме курсовой. И там мы увидим на слайде до ядерной разработки все-таки немного доходе. Состав практикума БРГТУ, как я уже сказал, был в значительной степени продиктован нашим собственным любопытством. Исходно ориентировался на специальность промоэлектроники. Одним из руководящих направлений вот этого документа, с которого я начал рассказ, были процессоры ARM, которых очень не хватало кому-то из предприятий. И надо сказать, что ассемблер этих самых процессоров ARM весьма необычен и очень привлекательен. Это не классический риск в смысле урезанного набора команд, которые все за один такт выполняются и потому лучше прогнозируемы. Это не система CISC типа x86, в которой команда может выполняться безумное количество времени, но зато там есть все, включая какие-нибудь синусы и косинусы. Это такой достаточно хакерский, я бы сказал, подход, когда если оперант, поступая в архметикологическое устройство, проходит через что-то, что может с ним что-то сделать, например, через двиганный регистр, то программисту нужно позволить написать какой-нибудь префикс, суффикс или еще что-нибудь волшебное, чтобы с оперантом это волшебное случилось, если это не замедлит выполнение инструкции. В результате инструкции получаются прогнозированными. Ассемблер получается очень необычным и очень располагающим к написанию трюков различных. Не располагающим к дальнейшему чтению. А какой ассемблер располагает к дальнейшему чтению? Никакой ассемблер не располагает. На нем пишут совсем не для того, чтобы это потом читать. Поэтому здесь нам бояться было нечего. Ассемблер ужасен по определению в смысле читаемости. И давно чесались руки, а тут был такой повод. Поэтому, понятно, синтаксис ARM, базовое средство кросс-компиляции, чем мы вообще гордимся и считаем, что мы молодцы. По крайней мере, кроме ARM как такового, кросс-компиляция, это более может быть даже актуально. Дальше. Немножко подробнее про инструментарий. Собственно говоря, тот же Toolchain. Как вы понимаете, используется ли он для кросс-компиляции или для основной сборки под основную архитектуру, принцип не меняется. И, собственно говоря, сборка многофайловых проектов, файлы листинга, доступ к вероятивному памяти устройства, немножко про вычислительные возможности. Здесь же немножко про работу с энергонезависимой памятью. Достаточно низкоуровневый подход. Предполагалось, что две трети практикума заточены, так сказать, под встраиваемые системы, работающие без операционной системы. Дальше. Понятно, система клирования, совмещение ассемблерного кода и модуля на C, что уже ближе к реальному использованию, потому что достаточно мрачно писать на самом деле на ассемблере все, а вот какие-то фрагменты драйверов, да. И знакомство с базовым набором инструментов для компиляции установки GNU Linux на ARM устройство. До операционной системы предполагалось дойти в конце и по мере возможности что-нибудь на классическом Linux написать, именно на встраиваемом на ARM, отладить удаленно с помощью GDB. Но тут нужно сделать одну поправочку. Существует отдельный курс у нас по разработке модуля ядра, я о нем когда-то делал доклад, поэтому именно в этот курс разработка модулей не попадала осознанно. У нас была возможность использовать этот курс для чего-то другого и достаточно интересного. Вот это немножко про планы. В планах, как вы понимаете, значился студент, который по JTAG через кабель удаленно отлаживает что-то на конечном устройстве. В BGU планировалось и закуплены они были платы BeagleBonePleg. В качестве ARM-устройства мы проделали то же самое, но чисто по организационным причинам нам это было удобнее, с Атмиловскими платами на ARM. ARM9 там, если не ошибаюсь. Реализация этих планов. В BGU BeagleBoneBlack это Cortex-A8, очень, кстати, хорошая и замечательная плата, они наверняка куда-то пригодились, а в лабораторном практикуме они были заменены на X86. Причем, на удивление, у этого оказались резкие причины. Во-первых, студенты смогли самостоятельно выполнять лабораторные работы. Кто же им лабораторный стенд-то отдаст домой? А во-вторых, если взглянуть еще раз на состав практикума BGU, это у меня было, а не у BGU, не путайте. Там нет ничего или почти ничего такого, что требовало бы процессора ARM для того, чтобы это разрабатывать и вообще как какого-никакого M-Band. Все эти же лабораторные работы можно выполнить на стационарной обычной персоналке. По крайней мере, когда дошло время до проведения занятий, вдруг выяснилось, что это именно так, и решили использовать это как сильную сторону. Поэтому студентам, по всей видимости, показали BGU, сказали, что это очень хорошая вещь, и выдали задание на X86. А где они там? Мы доверемся до курсового проектирования, и станет немножко понятнее. ARM 9 в BRG2 был заменен на QEM. Что? А QEM на чем? QEM это эмулятор. Я немножко подробнее остановлюсь, как это делается, но главная на самом деле причина была, что, честно говоря, так мы могли просто больше втиснуть. Как ни странно. Инструментарий. В курсе BGU, как я уже говорил, Gnutl, Chain, Bash и Git это основное. В курсе BRG2. Ну, классическая достаточно массовая сборка кросс-компилятора GCC для ARM, Sorcery Code Bench ARM, QEM. И в последней работе Buildroot. Buildroot это пакет автоматизированной упрощенной сборки образа для встраиваемой системы. Образы на базе UBOOTA, без E-box, конфигурируемые. И, предположительно, студенческой лабораторной работы, которую студент гордо потом выполнит. Что касается QEM. Почему это дало достаточно приятный выигрыш во времени? Ну, во-первых, возникает вопрос. Поскольку у нас там были лабораторные работы без использования операционной системы, с отладкой как-то все сложнее становится. А у QEM есть QEM-у-монитор, который позволяет посмотреть в любой момент состояние регистра формулируемого процессора. И половину проблем с отладкой это нам резко снимает. Вторая проблема, с которой сталкивается студент при разработке программы для встраиваемого устройства, у которого может не быть дисплея, можно не уточнять, и у которого нет операционной системы, это, собственно говоря, вот вывод общения с окружающей средой. Разумеется, можно мигать лампочками. Вот. Но больше часто не хватает времени. В нашем случае мы для пары работ задействовали общение через последовательную консоль QEM-у. Просто-напросто. С одной стороны, это была, правда, сильно упрощенная работа в Спортаве, потому как она уже самонастроена. У арт, который всегда готов. С другой стороны, некое представление. И да, надо сказать, что ассемблерная программа это заметно упростила по сравнению с x86-вариантом, который мы же и разрабатывали под Linux. И это позволило вот этот вот слегка сумасшедший армовский ассемблер без ущерба дать. Ну и как это выглядит? Понятно, кросс-компилируется бинарник, поток заливается в образ памяти по нулевому адресу. Этот образ памяти подсовывается к QEM-у-систем-Ам, эмулирующему одну из армовских плат. И дальше, в общем, все понятно. Пара слов по курсу БГУ. Поскольку в этом курсе после лабораторного практику еще был предусмотрен темы курсовых проектов. Понятно, что был предусмотрен курсовой проект, не только его темы. Темы курсовых проектов как раз выглядят гораздо ближе к реальности. Во-первых, они приближены к тому, чем занимается, собственно говоря, компания-разработчик, курирующая этот курс. Ну а во-вторых, это действительно абсолютно полноценные встраиваемые системы. Что мы здесь видим? На самом деле мы здесь видим достаточно большой разброс. Это все относится к страиваемым системам, но отнюдь не все относится к их разработке. Или к разработке системного КО для них. Потому что где-то это веб-интерфейс для роутера, а где-то это модифицированный дистрибутив OpenWrt. И да, какое-то количество модулей ядра. Собственно, после те студенты, курсовой проект которых внушал некоторую долю уважения, продолжали эту тематику на дипломе. Или должны, точнее, продолжать эту тематику на дипломе. И последний слайд, это будет несколько ссылок. Ну понятно, что Коему и Билл Друт это очевидно. Из приятного, в какой-то степени материалы обоих курсах выложены в открытый доступ. Значит, материалы курсу БГУ, это достаточно странно. По-моему, это лекционные слайды. Материалы курсу БРГТУ. За день до отъезда, когда я готовил эту ссылку, я обнаружил, что она не существует. Пару работ успел перед отъездом выложить. Просто так уж получилось, что традиционно свои низкоуровневые лабораторные работы мы как раз выкладываем на GitHub и в текстайл разметке. Поэтому я очень интересовался преимуществами Markdown сегодня. Там же, кстати, лежат лабораторные работы для X86. И чисто теоретически, товарищ, который курировал этот практикум, предположительно должен был довыкладывать сегодня остальное. Но я ничего не обещаю. В любом случае, это вопрос нескольких дней. Собственно говоря, это Денис Пынькин, да? Там интереснее все. Судя по ДФРС. Там все интереснее. Это сборка курсов по Linux Дениса Пынькина, в которой есть отдельная папочка для курсов по Linux или Linux Related Courses, курсов, имеющих отношение к Linux, разработанных компанией Promvat. Понятно. Денис не разрабатывал их, насколько я знаю. И в Promvat он не работает. И не работал. Но, тем не менее, они лежат на его ресурсе. Ну, понятно. Из хороших новостей, это был последний слайд. В двух словах, в качестве завершающей мысли, получается, что в хорошем курсе по встраиваемым системам нет встраиваемых систем или почти нет встраиваемых систем. Получается так. Но, с другой стороны, если брать современную встраиваемую систему, которая на сегодняшний день по своему внутреннему устройству не очень сильно отличается от персоналки, по логической организации, по использованию программного обеспечения, то все становится понятно. Отказываясь от некоторых аппаратных ограничений, в смысле заливки, отладки, то действительно получается экономить ресурсы, которые можно выдать на дополнительную порцию материала. Пока что получается так. Но, тем не менее, у меня как раз оформилось соображение, что тем самым вы исключаете специфику собственных встраиваемых систем. Для человека, который, будучи достаточно хорошим, будучи в теме, и даже разбираясь с архитектурой различной, в любом системе, убирается в реал-лайк встраиваемую систему, он врывается в этот углуд, в это замыкание новых процессоров, для того, чтобы они делают что-то другое. Вот в это вот все. Это все очень неудобно, но если вы это все не берете из обучения, вы... А вмещается ли это в учебный курс? А в дипломные... Осторожно. А вот в дипломные проекты, это, как вы видели, и в курсовые, это... Может. Да. Может, да, может, и нет. Ну, окей, может, это не всем надо. К сожалению. Вот какой вопрос. Да. Я, конечно, понимаю, что вот были опрошены, составлен план. А, мы за него отчеты пишем. Это еще не все. Ну, вот все темы работ, да? Да. Они на что-то навстраиваемых системах, что не навстраиваемых системах, то есть, в какой-то момент, могут быть раздуманно носить или как-то более высокого уровня. А мне нужны на сцену, и уж тем более встраиваемые системы. Их вообще нет. Что в списке? Да. Особенность. Особенность. И какую ногу дергать, в какой регистр написать единицу, нет вообще. Для чего им нужно на сцену? Дело в том, что одно из предприятий, на котором размещен филиал кафедры, было изначально заинтересовано именно в разработке, ну, в частности, бортовых компьютеров и некоторого специализированного оборудования, которое аппаратно является встраиваемой системой, и которое не всегда имеет операционную систему на борту. Поэтому лично у нас для этого, во-первых, была практическая причина, и они потом дипломы делают на эту тему. Ну, даже если это диплом, бортовой компьютер, какой-нибудь автоматической сейлки, извините. И вторая причина, как я уже сказал, мы просто воспользовали ситуацией и удовлетворили давно имевшееся желание все-таки поиграться с архитектурой ARM в учебном процессе. Но все не так тривиально на самом деле. Дело в том, что нынешний студент, какое он может иметь представление о процессорной архитектуре. Студент-программист, системщик. В лучшем случае он относительно хорошо знает архитектуру x86. Если у него было программирование микроконтроллеров, да, он может быть 52-ю серию немножко будет знать. Но ничего более-менее мощного, но при этом абсолютно отличного от x86 платформы он никогда не видел. И с нашей точки зрения, вот именно погружение в что-то абсолютно не такое, с теневыми регистрами, с разными этими режимами работы, с двумя видами быстрых и обычных прерываний, с нашей точки зрения, это должно очень неплохо расширять именно кругозор в этой области. Совет, вместо фоэмона, фоэмар 64. Так мы, когда планировали, были абсолютно уверены, что в каждой лабораторной работе в конце мы заставим студента это все прошить на вот эти атмоловские армы. А с вами? Сколько там у нас лет на учебный процесс отводится? Появят более примитивные вещи и в другом курсе на самом деле. Не, ну кроме всего проще, ARM 64 сейчас, в общем, не существует. Как промышленный. Мы просто до него не добрались. А x86-64, кстати, добрались и сразу возненавидели. В смысле ассемблера. Он еще толще, не страшный. Да, он страшный. Поэтому свой x86-курс мы таки ассемблеры оставили на 32-битном, честно говоря. Причем, создавили страшное безобразие по поводу ассемблера в 64-битной сетели 32-битного использования 32-битных системных вызовов от 64-битного ядра. Мы просто посмотрели на 64-битный ассемблер и 32-битный создавался для того, чтобы вам было приятно программировать руками и 64-битный все дотянул. Ты узнаешь, что ты сам что-то убили, да? Да неудобно там. Спасибо. Спасибо.